Привет-привет! Сегодня мы вновь на этой прекрасной кухне и продолжаем проводить наши мастер-классы. И сегодня мы вам отправим секреты австрийской кухни. Наш главный помощник – шеф-повар Павел и ребята из Морского. А готовить мы будем салат по-тирольски, запеченного карпа по-австрийски и сладкий венский рис. Поехали! Почему для сегодняшнего нашего мастер-класса вы выбрали именно австрийскую кухню? Ну, австрийская кухня – одна из самых загадочных кухонь мира, потому что ее никто не готовит, нигде, ни в ресторанах не встретишь. Но она очень интересная, по своему составу, по блюдам очень интересная, поэтому почему бы не попробовать приготовить австрийскую кухню с вами. Австрия – это страна альпийских вершин, горных озер, лугов и прохладных лесов. В этой необыкновенной стране черпали вдохновение величайшие композиторы, такие как Моцарт и всемирно признанный король вальсов Штраус. Ну и, конечно же, набирались опыта величайшие и лучшие повара. Исторические хроники утверждают, что в 15 веке кухня Вены считалась лучшей в Европе. Это единственная национальная кухня, которая была названа именем столицы, а не страны, то есть венская, а не австрийская. Австрийскую кухню считают самой здоровой, сытной и простой. Наверное, потому, что австрийцы изучили блюда всех стран и создали свое неповторимое. В австрийской кухне почти нет рыбных блюд, что неудивительно. У страны нет выхода к морю. Да и торговать с другими морскими державами они начали не так давно, около двухсот лет назад. Но самое удивительное, что на каждом праздничном столе у австрийцев присутствует запеченный карп. С карпом была связана увлекательная история у Дима. Он побывал в России, не помню в каком городе, но побывал на рыбалке и поймал карпа весом почти 20 кг. Он так и писал, что каждая чешуйка этого карпа могла бы закрыть с собой 5-франковую монету, а для того, чтобы приготовить рыбу понадобилось бы 12 бутылок вина. Неизвестно, правда это или нет, ведь всем писателям свойственно приукрашивать все. Но у нас карп не такой, как у Дима, но приготовим мы его гораздо лучше. Карп запекается с яблоком, луком и сыром. Всем известно, для того, чтобы приготовить рыбу, ее нужно сначала почистить. Павел, скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо секреты? Секреты, конечно, есть. Рыба должна быть свежей. Если рыба свежая, то чистится она, в принципе, легко. Никаких секретов здесь в этом, в принципе, нет. А как же правильно разделать рыбу? Чтобы филировать рыбу, сделать филе, соответственно, срезаем полностью филе, это режем по хребту. Здесь рыба хребет, ножом его разрезать будет очень проблематично, поэтому мы с самого начала его срезаем по хребту. Снимается полностью филе, без костей. Почему же карп считается королевской рыбой? Не знаю. Потому что он не сухой, он жирный и очень вкусный. Мы выложили все это на лоток. Сейчас мы солим, перчим, добавляем овощей много и запекаем. Засыпаем сыром и запекаем. Даня, смотри, не пересоли. Все пересолим. Пересолим все? Да, все. Сурен, у тебя все получается? Да. Здорово. Мне кажется. Сурен, а какое у тебя любимое блюдо из России? Честно говоря, мне больше нравятся жирные картошки. Вы готовите такую рыбу в Армении? Мы в Армении только готовим рыбу из хан. У нас есть такое озеро, он называется Севан. Это, честно говоря, гордость Армении. И там обедает рыба. Кухня Австрии настолько универсальна, что многие блюда просто не нуждаются в представлении. Настоящим симом Австрии является шницель. Нежное мясо, теленка, отбитая до тончайшего слоя, посыпанная панировкой и хорошенько прожаренная. Ох, пальчики оближь! Говорят, это блюдо нужно обязательно попробовать. А еще самым знаменитым блюдом австрийской кухни является салат по-тирольски. Его-то мы сегодня и готовим. Салат по-тирольски. Салат по-тирольски это такой же салат, как у нас считается оливье. Туда кладется в принципе то, что есть в холодильнике. Это свежие овощи, листья салата, заправляется это все сыром и маслом. Ух! 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 Ну, ух! 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 Большую роль в австрийской кухне играют и сладости. Нужно быть по-настоящему очень искусным кондитером, чтобы превратить обычную муку в лакомство, при виде которого даже у самого привередливого сластеной потекут слюнки. Струды с яблоками, зайцбургский пирог, торты и пирожные, подаренные Веной. А сегодня мы будем колдовать над другим, поистину прекрасным десертом – сладкий венский рис. Рис готовится с очень маленьким количеством воды и очень много сахара. Он получается липкий и сладкий. Вы поставили сковородку на огонь, а что же мы сейчас будем делать? Нам надо обжарить яблоки на наш десерт. Наливайте масло в сковородку. Хватит. Все. Кладите яблоки, выкладывайте полностью. В этом десерте все раскладывается по слоям или как? Да, все выкладывается по слоям. В этом десерте у нас присутствует рис, будут яблоки и будет соус сверху заливаться соусом на основе из белков и яиц, меда и масла. Даш, по-моему, ты мне все запомнила. Ты мне говорила, что ты хочешь рассказать маме. Павел, можете повторить еще раз рецепт? Да, конечно, идут желтки, сок, либо яблочный, либо ананасовый, цедра лимона и две столовых ложки белка. Но это белок мы кладем в самом-самом конце. Сурен, а ты когда-нибудь сам готовил торт? Да. И как, у тебя получилось? Первый раз, да. Но бывают случаи, в которых ты что-то забываешь, и ничего не получается. Знаешь, у меня тоже был опыт. Я готовила булочки, и они у меня совершенно не получились. А почему? Они сгорели. Ну, я думаю, что благодаря мастер-классу мы научимся готовить правильный десерт. Теперь кладем туда яблоки. Яблок кладем не очень много. Мне кажется, должно получиться очень вкусно. Конечно, почему же будет не вкусно? Будет очень вкусно. Подготавливаем наш десерт к запеканию. Сейчас мы польем его соусом и поставим запекаться. А сколько минут будет? 5 минут он будет запекаться. Сейчас наступает самое интересное. Это период украшений. Давайте посмотрим. Ребята, чем же вы украшаете наши блюда? Расскажите нам. Сейчас летом мы украшаем лаймом, помидорами и салатом. Ну вот он, тот самый запеченный карп по-острийски. И сейчас мы отправимся пробовать это блюдо. Приятного аппетита. Спасибо. Правы были насчет австрийской кухни. Это очень вкусно. Рекомендую. Подошел к концу наш мастер-класс. И теперь мы с уверенностью всем можем сказать, что Артек – это не только солнце, море, пляж, веселые игры, но еще и... Очень вкусная еда. Учитесь готовить с нами. Всем пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова